Лингвистический термин диакритические знаки и его сокращенный вариант диакритики происходят от древнегреческого слова diakritikos, которое означает «служащий для развлечения». Этим термином обозначают маленькие надстрочные, подстрочные или внутристрочные знаки, применяемые в языках с буквенной или слоговой системой письма. Диакритики являются графическим дополнением к основным письменным знакам, например, буквам, и позволяют уточнить или изменить их произношение. В языках народов мира присутствует несколько десятков разнообразных диакритических знаков. Приведем лишь несколько примеров. Птичка над буквой, надстрочная точка, седиль, крючок под буквой, диагональный штрих. Основной недостаток диакритических знаков – загромождение письменного текста мелкими деталями, упущение которых может затруднить восприятие или вообще исказить смысл. В русском языке диакритики представлены слабо. К ним относятся. Во-первых, чашеобразный значок над буквой И, образующий букву И. Этот значок называют кратко или бревис. Опускать его нельзя. Во-вторых, две точки над буквой Е, образующие букву Ё. Употребление этого значка считается необязательным, за исключением книг, предназначенных для детей младшего возраста и иностранцев. Также к диакритикам можно отнести штрих над буквой, обозначающий ударение. Русский язык – великий, могучий и обладающий удобной системой письма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok